здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы займемся посадкой озимого чеснока под урожай 2019 года осень начала осени 2018 года начало сентября выдалось очень теплым и казалось бы многие зададутся вопросом как же он будет сажать чеснок когда днем на улице больше 20 градусов тепла это как-то нетипично нетривиально так никто не делает сейчас это делать слишком рано однако же по многолетним наблюдениям оптимальными сроками посадки озимого чеснока является срок за 40 дней до наступления первых заморозков если от сегодняшней даты отсчитать 40 дней то мы попадем примерно на середину октября а это как раз тот срок когда в беларуси зачастую в умеренной зоне наблюдаются первые заморозки поэтому нельзя считать вот эту первую декаду сентября таким уж слишком ранним сроком для посадки чеснока за то время пока чеснок будет находиться в земле до заморозков до того как температуры упадут и он перестанет расти у него должна отрасти корневая система примерно на 10-15 сантиметров это довольно много ведь именно такая корневая система обеспечит хорошую перезимовку ранее начало роста хорошее развитие корневой системы в течение весны следующего года и как результат получения крупных хороших луковиц и богатого урожая поэтому опаздывать с посадкой чеснока не стоит конечно эти сроки могут быть достаточно растянутой связи с тем что все-таки погода может преподнести сюрпризы есть опыты когда чеснок сажали даже в ноябре и в декабре и урожай конечно был получен однако размеры луковиц и объем урожая не внушал какой-то радости эти опыты все-таки были в том чтобы сохранить посадочный материал сорта для того чтобы не утратить его а все-таки получить хоть какое-то количество урожая но мы-то хотим получить огромный урожай большой здоровых растений полезных растений которые будут нас будущем году радовать своим урожаем поэтому приступим к посадке чеснока уже сейчас в предыдущих наших выпусках мы говорили о том как важно подготовить перед посевом зубки чеснока что я и сделал вот у меня есть предварительно протравленные в растворе фитоспорина по моему рецепту зубочки чеснока ну есть и по другим рецептам которые оказались достаточно эффективны я их никуда не выбрасывал я буду все использовать для посадки соответственно сейчас будем делать грядку копать ямки и высаживать чеснок прежде чем приступить к посадке чеснока необходимо как следует подготовить грядку для всех луковых культур это и лук и чеснок и разновидности чеснока слоновий чеснок и так далее очень важно обеспечить почву достаточным количеством калия и фосфора вообще калий является одним из ключевых элементов питания для зимового чеснока при внесении его осенью почему потому что именно калий обуславливает холодостойкость растений не только чеснока но и многих других растений поэтому достаточная обеспеченность калием обеспечит нам и хорошую перезимовку заправка фосфором позволит нам получить луковицы богатые сахарами это хорошо и для будущего урожая и для будущего урожая семян потому что именно содержание сахаров в тех луковичках зубочках которые мы садим и будет обуславливать его высокая высокую степень зимостойкости поэтому внесение фосфора совершенно необходимо я вношу вот такой вот супер фосфат аммонизированный почему я вношу аммонизированный ведь азот по сути весе в осенний период развития чеснока ему совершенно не нужен для роста корневой системы он будет использовать питательные вещества заранее накопленные в самой луковицы все дело в том что после того как я посею мой чеснок посажу я сверху высею крестоцветные сидераты горчицу и редьку масличную зачем я это делаю я это делаю для того чтобы в полной мере обеспечить рыхлость почвы хорошую влага пропускаемость почвы ведь чеснок совершенно не переносит застоя влаги и кроме того я буду сажать чеснок на значительную глубину почему потому что я буду сажать его в два яруса и нижний ярус окажется на значительной глубине а для того чтобы луковицы росли хорошо и были крупными необходимо хорошая аэрация почвы ну у меня на участке здесь добиться хорошая аэрация почвы не так уж сложно почему потому что у меня легкие супещаные почвы а сверху навезен небольшой слой торфа такого темного черного хорошо разложившегося торфа поэтому и арация и пропускная способность почвы что касается влаги она здесь очень хорошая у меня здесь чаще встречаются другая проблема нехватка влаги в течение лета но я знаю что на многих участках наших подписчиков почвы могут быть достаточно тяжелые в этой связи при посадке чеснока необходимо сделать ему в районе донца луковицы небольшую песчаную подушку или подушку из компоста легкого или из других материалов очень хорошо прибавлять в лунки для посадки чеснока вот такой знакомый нам уже наполнитель циолитовый или другие циолит содержащие материалы циолит является превосходным источником кремния для чеснока а через чеснок очень зависим от кремния кроме того этот материал постепенно так измельчается в почве делают ее более рыхлой делают ее более такой воздухопроницаемый аэрируемый что очень хорошо сказывается на росте чеснока давайте вспомним как устроена корневая система чеснока и у всех луковых культур да и в растении семейства аморилисовых и тюльпаны и нарциссы и многие другие обладают такой же корневой системой корневая система у чеснока довольно поверхностная она мочковатая она практически не ветвится из донца выходят прямые такие довольно хрупкие корни поэтому когда мы снизу имеем такую уплотненную почву луковица в процессе роста на этих корнях может немножечко подниматься вверх в этой связи глубина посадки наших зубков или луковиц уменьшается луковицы стремятся к поверхности выталкиваются корнями это явление очень хорошо известно тем кто занимается выгонкой например тюльпановка 8 марта это вообще обычная история и именно поэтому снизу очень хорошо на плотных почвах сделать песчаную подушку вторая причина по которой это хорошо это для того чтобы обеспечить ну какой-то хорошо аэрируемый слой но самое главное это обеспечить такое стартовое хорошее проникновение корней до того как они наберут уже очень такую хорошую силу и начнут сами пробивать этот плотный грунт и чтобы луковица не выходила на поверхность чем засыпать луковицу существует две стратегии первая наиболее распространенная стратегия подразумевает что луковицу надо также засыпать на тяжелых почвах легким грунтом для того чтобы влага туда проникала чтобы она там не застаивалась и так далее это довольно странная стратегия хотя и она обеспечивает аэрацию луковицы ведь во-первых будет происходить тот процесс о котором я говорил луковичка зубочек будет подниматься к поверхности почвы ведь сверху легкий грунт во вторых влага будет очень легко проникать сверху и из-за этого она будет попадать как в стакан да снизу немножечко наполненный песком и никаким образом вот этот вот легкий грунт зоне лунки не спасет луковицу от того что она будет находиться в воде для того чтобы сделать нормальное водоотведение в такой ситуации необходимо делать целую там ирригационную или миллиаративную систему для того чтобы отвести влагу от этой грядки в этой связи наиболее рациональным является с одной стороны выполнить песчаную подушку с другой стороны закрыть луковицу более тяжелым грунтом в этой связи при том процессе как корни начнут выталкивать луковицу немножечко наверх более плотный слой грунта глинистого который у вас есть на участке ну для тех кого он есть он не даст этой луковицы вылазить сюда на поверхность и обеспечит хорошую перезимовку на нормальной глубине посадки а рост корней будет идти преимущественно вниз внутрь грунта за питательными веществами и водой кроме того слой уплотненные почвы не позволит проникать избытку влаги туда внутрь как в стакан в эту лунку с песочком в этой связи влага будет просто скатываться с поверхности стекать по рельефу по уклону вашего участка таким образом луковица будет находиться максимально благоприятных условиях ну и не забывайте конечно добавлять все-таки разрыхляющие материалы под корень под саму на дно самой этой лунки очень важно при внесении удобрений на грядку перед посадкой луковиц помнить что чеснок совершенно не выносит избытка хлора он вообще он и хлора очень не любит поэтому мы все время против используем там поваренной соли например на участке для каких-то опрыскиваний там еще для чего-то потому что хлор это там накапливается да и внесение хлорных удобрений тоже не способствует хорошему росту чеснока напротив чеснок как и другие луковые культуры как кстати крестоцветная капуста редис редька и другие очень чувствительны к недостатку серы ведь вот этот вот эти острые вещества которые вызывают слезотечение у лука и чеснока и редичные масла все они содержат своем составе серу поэтому вот эти растения очень чувствительны к недостатку серы в этой связи сульфат калия является идеальным удобрением для подкормки чеснока для внесения в основную заправку почвы существует опять же несколько стратегий ведения такого подсобного хозяйства первая стратегия традиционная предполагает лопату в руки или мото культиватор и на большую или глубину перекопку участка вторая стратегия это введение сельского хозяйства подсобного без перекопки в этом случае внести равномерно удобрение по всей поверхности грядки планируемых посадки чеснока достаточно сложно луночное внесение чеснока не позволяет вносить высокие дозы удобрений связи с тем что чеснок вообще как и лук не переносит высоких концентраций минеральных веществ а уж органику он не переносит и вовсе в этой связи также очень важен выбор предшественника не стоит высаживать чеснок на те грядки где по весне носился навоз даже перепревший избыток не минерализованного органического вещества вредит чесноку приводит к образованию мелких головок и развитию болезни чеснока следует подбирать такие сельскохозяйственные растения под которые в текущем году весной не вносились органические удобрения а органические удобрения вносились предыдущий период либо же если у вас почвы песчаные супесчаные достаточно бедные органическим веществом при заправке гряд какой-то органикой необходимо отдавать предпочтение очень хорошо разложившемуся компосту такому рассыпчатому коту в котором уже в общем нету каких-то видимых органических частичек который пролежал уже достаточно долгое время очень хорошо в осенний период проливать грядки гряды и лунки гуматами гуматы не являются такими классическими удобрениями они скорее являются регуляторами роста и очень хорошо и благотворно влияют и на почвенную микрофлору и на нормальную перезимовку озимого чеснока поэтому внесение вот этой вот жидкости растворов гуматов является перед посадкой очень и очень благоприятным фосфор который мы будем вносить в эти гряды он в этом году на этот чеснок действовать конечно уже не будет но пролежав там зиму немножечко растворившись по весне он начнет быть доступен растениям уже в течение следующего сезона для тех кто не практикует перекопку придется увеличить количество подкормок и разнообразие подкормок чеснока следующая стратегия о которой хотелось бы поговорить сажать ли чеснок в пустые гряды или можно его сажать в гряды с посаженными сидоратами у меня есть этот и другой опыт я например высаживал чеснок и в пустые гряды и в сидораты и например в посадке фасоли когда уже урожай был убран остались только кусты спаржевая фасоль бобов уже практически нету почему бы не потыкать чеснок между ними мне эта стратегия не нравится я люблю высаживать в чистые гряды а потом поверху сеять сидораты первая дека до сентября еще позволяет развиться сидоратом развить им достаточную зеленую массу для того чтобы после заморозков укрыть поверхность почвы достаточным слоем вот этой зеленой массы которая высохнет и сформирует подушку которая также будет способствовать хорошей перезимовки чеснока кроме того после посадки чеснока после того как придут первые заморозки я обязательно сделаю мощное мульчирование буквально вот на такую вот высоту не жалея потому что соломой солома потом все равно приляжет я может еще и добавлю до первого снега потому что все-таки успех выращивания чеснока в морозных условиях всецело зависит от того насколько хорошо мы утеплили грядку предвосхищу некоторые мнения относительно рисков что чеснок может слишком долго вегетировать уже прости уже могут появиться даже зеленые росточки но во первых для того чтобы появились зеленые росточки чесноку понадобится по крайней мере месяца два в тех условиях которые мы его сейчас поместим это первое а второе даже если зеленый росточек появится над поверхностью почвы это совершенно не страшно в условиях мягкой зимы этот росточек может даже перезимовать а в условиях жесткой зимы даже если он отмерзнет никакого такого серьезного негативного влияния на последующий рост развития растений не будет хорошо развитая корневая система позволит в полной мере восстановить эту зеленую надземную массу и вырасти красивым и крупным головкам для того чтобы защитить зубки от посягательства различных почвенных вредителей я использую две стратегии первое это предварительное внесение метаризина гриб метаризин он метаризм является достаточно серьезным паразитом очень многих насекомых и их личинок никакого отрицательного воздействия на дождевых червей на полезную биоту почвенную он не оказывает поэтому необходимо за неделю-две до посадки чеснока пролить гряды как следует метаризином соответствии с инструкцией при посадке на дно лунки я также укладываю табачную пыль табачная пыль позволит отпугнуть и дезориентировать не только почвенных вредителей насекомых личинок но также и нематоду к сожалению луковые культуры повреждаются нематодой очень сильно и если нематода является проблемой на вашем участке в этом случае вам необходимо использовать не только табачную пыль но и горчичный жмых или горчичный порошок который стоит вносить достаточно больших дозах примерно столовая ложка под один зубок вы можете высаживать эти зубки непосредственно на табачную пыль или на горчичный порошок или на смесь одного и второго или же делать небольшую смесь с циолитами с почвой и подсыпать эту смесь с компостом непосредственно в лунку формировать из нее легкую такую легковесную подушку также можно прибавлять и песок конечно же для разрыхления этого грунта ну а сейчас я приступлю к посадке чеснока будем его сажать и впоследствии наблюдать за тем как он растет и развивается и так приступаем к посадке чеснока я буду копать лунки вот такой вот лопаткой есть разные стратегии можно прорыть пушком здесь такую длинную как бы лунку да можно использовать на более плотных почвах такую трубу или специальный посадочник для луковиц которым делается лунка и ровненько такая гладкая но у меня почва к сожалению достаточно рыхлая поэтому этот способ не не годится первый ярус луковиц я буду высаживать на глубину примерно 15 сантиметров вот вот эта высота вот этой металлической части у меня как раз 15 сантиметров соответственно я раскапываю здесь вот такую вот лунку вот у меня даже немножечко глубже получилось но ничего страшного я сюда насыпаю небольшое количество табачной пыли по всем удобрениям у меня уже гряда подготовлена это кстати еще одна проблема как внести сюда хорошо удобрения если здесь сидят сидираты ведь ну тогда можно вносить под сидираты а если под сидираты не внесли удобрения или это какие-то длительного роста сидираты например бархатцы это все является достаточной проблемой а чеснок весьма и весьма чувствителен к наличию питательных веществ как я уже сказал таких высоких доз он не выносит далее я беру предварительно подготовленный зубочек чеснока и легко укладываю его в лунку почему я укладываю его легко нельзя его вжимать туда по той же самой причине чтобы не повредить донца и для того чтобы не уплотнить почву под этим самым зубочком вот нижний ярус я буду где-то вот на этом уровне сажать а верхний ярус с небольшим смещением для того чтобы луковицы не оказались одна над другой и стебель который начнет расти из земли не упирался в одну из луковиц надо сделать некоторое смещение я засыпаю эту луковицу и следующую луковицу высаживаю уже на расстоянии примерно 46 сантиметров от вершины самого зубка до поверхности земли и также засыпаю примерно на расстоянии вот 10 сантиметров я выкапываю следующую ямку и проделываю здесь все тоже самое когда работа организована уже на потоке вот эту грядку я засажу за довольно таки не продолжительное время беру зубочек один засыпаю высаживаю второй не с небольшим смещением и закрываю здесь есть один небольшой секрет секрет состоит в том что в нижний ярус я высаживаю сорта не стрелкующегося озимого чеснока или ярового чеснока а верхний ярус я высаживаю сорта уже проверенные с хорошей зимостойкостью даже если нижний ярус луковица вымерзнет по какой-то причине не вылезет весной погибнет то у меня будет гарантированная плотность посадки здесь на этой грядке и гарантированный урожай ну а если зима окажется достаточно мягкий мягкой и нижняя луковица вырастет в этом случае я с этой площади получу двойной урожай который и мне и моим знакомым и моей семье хватит на весь период до следующего урожая поэтому дело посадки чеснока не хитрая но все таки есть некоторые свои нюансы которые нужно учитывать давайте сейчас посмотрим как это организовать на грядке на который не происходило перекопка почвы там где сидят сидераты ну вот смотрите на этой грядочке у меня находятся сидераты у меня здесь растут бархатцы а также здесь подсеяна горчица которая уже показала вот кое-где настоящие листочки во первых сразу понятно что внести удобрения на под вот эти вот растения равномерно на всю грядку в достаточном количестве не представляется возможным а луночное внесение удобрений для чеснока как я уже говорил является затруднительным он не выносит высокие концентрации удобрений особенно в лунке особенно при контакте с корнями на стадии прорастания это проблема это первое второе достаточно сложно организовать нормальный ритм до нормальное расстояние между луковицами эти растения просто напросто мешают и потом когда я тут сейчас начну копать вот это все дело раскапывать и закладывать сюда какие-то материалы для подкормок и сами луковки я потом все равно буду вот так повреждать эти сидераты перекапывать их здесь это совершенно ни к чему лучше я высажу сюда весь чеснок и сверху посею или редьку масличную или горчицу ну я заготовил уже редьку масличную нам не нравится она быстро отрастает дает хорошую массу которая потом ляжет на землю будет перепревать и будет также немножечко подогревать под тем слоем мульчи и соломы которые я уложу после наступления первых заморозков что же касается предшественников под которые хорошо после которых высаживать чеснок то здесь надо ориентироваться на общие болезни считается что большинство сельскохозяйственных овощных культур не являются не хорошими предшественниками ни томаты ни капуста ни картофель не являются хорошими предшественниками я традиционно высаживаю чеснок на гряды после выращивания бобовых вот бобовые являются идеальным предшественником кроме того что это культуры фасоль спаржевая горох спаржевый и сахарный и другие они должны быть обязательными растениями в каждом огороде поэтому всегда найдется вот такое место где хорошо высадить чеснок а именно под этими растениями кроме того и горох и спаржевая фасоль заканчиваются плодоношение достаточно рано поэтому имеется достаточно ресурса для того чтобы своевременно подготовить грядку под посадку чеснока кроме того бобовое растение оставляют после себя значительное количество азота в почве для того чтобы это количество было еще больше необходимо не вырывать бобовое растение горох фасоль или еще там что-то с корнем из наземной массы не отправлять его в компост а измельчить например лопатой и вкопать одновременно с внесением метарезина и удобрений суперфосфата и сульфата калия это сделает в будущем обеспеченность почвы азотом еще лучше без внесения каких-то дополнительных удобрений если вы совсем не приверженец внесения химических удобрений в этом случае при посадке чеснока необходимо использовать такие микробиологические удобрения как например азотофит или фосфовит они содержат азот фиксирующие и фосфат мобилизирующие бактерии для того чтобы эти бактерии хорошо развивались необходимое достаточное количество источников энергии в почве источником энергии является для этих бактерий органическое вещество но как я уже сказал сам по себе чеснок не очень хорошо переносит высокие дозы органического вещества в почве которые можно туда внести например с пометом или с навозом что же делать как быть как поддержать нам этих полезных бактерий в почве для этого одновременно с проливом лунки гуминовыми препаратами необходимо внести туда источник энергии который бы одновременно не содержал азота который нарушит нормальное развитие чеснока в вот этот осенний зимний период таким источником такого без азотистого углевода может являться обыкновенный сахар или крахмал для этого необходимо две столовые ложки сахара развести в одной ведре воды и по стаканчику в каждую лунку при посадке чеснока внести кроме того можно из двух столовых ложек крахмала и литра воды сварить клейстер который потом разбавить ведре воды и также вносить это лучше всего крахмальный чистый крахмальный клейстер не мучной и также проливать им немножечко почву это улучшит развитие микро микробов полезных микробов почвы которые обеспечат и фосфором и азотом наши растения прежде чем я закончу наш выпуск я хочу попросить вас вот о чем многие наши подписчики очень просят меня рассказать о таких препаратах как сияние и и байкал что же там есть хороши они нет и действительно ли они полезны я вообще не очень люблю так резко критиковать или что-то обсуждать или там подтверждать потому что есть производители этих препаратов они несут ответственность за все это и они должны сами каким-то образом доказывать полезность их препаратов не пустыми словами не пустой рекламы а действительно какими-то серьезными доказательными вещами но поскольку количество таких просьб весьма весьма велико я обещаю что если это видео наберет хотя бы 5000 лайков я обязательно сделаю большой выпуск потому что же я на самом деле нашел в препаратах сияние и так ли они хороши как о них говорят может да а может нет если это видео наберет такое количество лайков я вас обязательно познакомлю с результатами ну а сейчас я желаю вам хороших результатов хорошего урожая задавайте свои вопросы под этим видео мы всегда рады по мере возможности ответить на все ваши вопросы всего хорошего